Вместо платья и туфель на шпильках, форма и берцы. Светлана Рылова в армии уже 14 лет. С техникой на «ты». Ее стихия – связь. Ефрейтор отвечает за бесперебойную работу сложного и зачастую секретного оборудования. За столько лет службы в этой части все стало как родным домом. Есть два дома. Один, по которому ты прописан, а второй – там, где ты служишь. За каждой женщиной, как и за мужчиной, в части закреплено личное оружие. У нас это автомат. И чистка оружия у нас предусмотрена два раза в неделю. Женщины-военные уже давно не нонсенс. Во многих странах в армейских рядах прекрасный пол стоит плечом к плечу с мужчинами. В 83-м инженерно-аэродромном полку служит порядка 30 таких бойцов. Военнослужащие женщины в нашем полку занимают различные должности, связанные, скажем так, и с бумажной работой, и с документами, и с техникой, например, связной техникой. Начальники складов есть такие должности. Эти женщины носят погоны, они призвались по собственному желанию в ряды вооруженных сил и точно так же наравне с мужчинами выполняют свои обязанности. Строевая подготовка и постоянные физические нагрузки держат в тонусе. Плюс важна хорошая память и внимательность, особенно для механика-телефониста. Здесь же и идеальный слух. Военный связист не имеет права на ошибку. Одна неверная буква может исказить весь смысл переданного сообщения. Данные особо секретные. Сатурн-21, я Скала-08. Прием! В 2022-м для прекрасного пола открываются новые возможности в получении профильного образования. БГУ проводит дополнительный набор девушек по специальностям правоведения, юрисконсульская работа и геоинформационные системы. Военная академия обучит дам эксплуатации и ремонту артиллерийского вооружения. В этот период белорусские курсанты находятся на полном гособеспечении. Стипендия более 400 рублей. Плюс материальная помощь порядка 680. Приходите, пожалуйста, в военный комиссариат. Обращайтесь в кабинет 9 для написания заявления о поступлении в высшее военно-учебное заведение. Сегодня в белорусской армии служат около 4300 женщин. Причем свыше 700 из них носят офицерские погоны. Прекрасная половина отлично справляется со специальностями, которые ранее были подвластны только мужчинам. Успешно проявляют себя в авиации, спецназе и войсках ПВО. Поэтому у грядущего дня защитников Отечества есть и женское лицо. Красивое и гордое. Татьяна Горбач, Станислав Чечерин, Бобруйск, 360. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова